Так вот оказывается куда пропал тот самый КФ-51 Пантера, которую мы давненько уже ждем, а ее взяли и закинули главной наградой следующего боевого пути. Если предыдущие танки, которые уже занонсили, ну они типа вроде бы что-то интересное можно было бы, то я думаю эту Пантеру захотят абсолютно все. Во-первых, она выглядит просто шикарно, во-вторых, там будут свои фишки. Но начнем как обычно с того, откуда вообще взялся этот КФ-51 Пантер. Это не супер новый и сверх крутой танк, это просто программа по модернизации устаревших танков серии Леопард 2 по доступной цене от компании Рейн Метал. Но конечно с большими изменениями, то есть корпус да остался от Леопарда 2, но башня уже совершенно новая, а орудие новая и куча всяких инновационных решений. Вместо традиционной тяжелой брони танк полагается на активную защиту в виде усовершенствованной брони Strike Shield и Коэ Порози в сочетании с передовой электроникой и системами вооружения. А в вооружении у нас собственно от Рейн Метал 130-мм Л-52 с автоматическим заряжанием. Поднимается орудие на 20 градусов, опускается до минус 9, но и тут какие-то новые 130-мм боеприпасы ДМ-83, которые только должны появиться в 2025-2026 году. Инновационный какой-то механизм заряжания, который состоит из двух независимых магазинов, каждый на 10 снарядов. И в то время как среднее время заряжания составляет около 7-8 секунд, орудие может выпустить два снаряда за 3 секунды. На этом вооружение не заканчивается. Вторичное вооружение состоит из 12,7-мм коаксиального пулемета и установки НАТР, вооруженной 7,62 пулеметом. Ну, однако, в общем-то, там можно поставить либо еще один 12-мм, либо даже 40-мм гранатомет. Ну и плюсом у нас пусковая установка для беспилотных летательных аппаратов HERO-120, ну, либо, в принципе, для какого-нибудь другого подобного вооружения. В общем, получается очень такой современный ОБТ, у которого есть всякие различные системы для того, чтобы иметь хорошее представление о происходящем на поле боя. Ну и этот аппарат был представлен еще на выставке Евросатери в 22-м году. В 23-м было принято решение о дальнейшем развитии этого аппарата и, может быть, даже новый корпус будет отдельно делать под него. Пока не было никаких заказов, но, тем не менее, Венгрия очень сильно этим заинтересовалась и присоединилась к разработке даже. В игре это будет премиумный ОБТ 10-го, естественно, уровня, который будет, с одной стороны, похож на Леопарда 2АХ, но, с другой стороны, например, в плане брони здесь будет все получше за счет комбинированной брони дополнительной во лбу и на бортовой части танка. Это 130-ти миллиметровка. Кстати говоря, здесь не писали по поводу того, будет ли она стрелять так же, как вот в описании, типа, два снаряда за три секунды. Но здесь будут из снарядов БОПСы, КУМУЛИ и программируемый ФУГАС. На крыше будет выдвижная, пусковая, та самая установка, которая, ну, с одной стороны, она предназначена для беспилотников, но Розабы решили как? Пока там будут ПТУРы и Спайк, однако в дальнейшем, я так понимаю, как только допилят уже беспилотники, в нашей игре добавят их, то этот аппарат сможет выпускать и беспилотники, те самые ХЕРОУ-120. Подвижность будет примерно такая же, как у Леопарда 2АХ, или, может быть, даже чуть лучше. Хотя, в принципе, танк остался не то чтобы легеньким, да, 59 тонн, такое себе. Ну и по итогу, что мы имеем? ПТУРы-Спайки как бы такое себе, сразу говорю. То есть от них я бы ничего не ждал, у нас есть уже Челик с подобной установкой, которая выдвигается, и ПТУРы вылетают немного вверх, это, как правило, означает то, что ты хрен кого попадешь этими ПТУРами вблизи, возможно, с дистанции, но, опять же, тут будет сильно зависеть от того, как эти ПТУРы сбалансируют, как они будут вылетать, будут ли там какие-то псевдо-УВНы, как они будут управляться и так далее. Но на них я бы особо большие ставки не ставил, хотя, вообще, так-то на секундочку, у нас получается, во-первых, кстати говоря, не сказали по поводу, опять же, это будет вопрос по поводу 12-мм пулемета, который может неплохо так пригодиться, против какого-то картона, или, может быть, там будет что-то пожестче, может быть, там на картинке, я вот не пойму, если честно, выглядит как нечто серьезное, может быть, 40-мм, ну, в общем, там точно должно быть какое-то дополнительное вооружение, как минимум, картон какой-то попинать. Установка поднимается, и там видны 4 дырки, то есть, это означает, что там будет либо 4 ПТУРа, либо, я так понимаю, 4 беспилотника. Вроде бы, да, 4 ПТУРа это круто, но, опять же, ПТУРы на 10-м уровне обычные, но такое себе, мне гораздо было бы интереснее увидеть именно установку с дронами, но, опять же, я надеюсь, они сделают просто выбор, типа, либо это, либо та установка, кому что удобнее, кому что интереснее, тот и будет то использовать. Пушка должна быть, опять же, бронебойной, убойной, хорошей, так что с этим проблем не будет. Бронирование, я думаю, что тоже будет на уровне, так что, в целом, этот танк должен понравиться, я думаю, всем абсолютно. Подвижность, броня, вооружение, все на месте. Ну и, получается, у нас остается только один вопрос, какой танк будет в частях в следующем боевом пути, но он же должен быть, у нас, по идее, должно быть 4 машины, 3 уже, получается, объявили, те, которые мы заберем на уровнях, остается только те, которые добавят в части, интересно будет посмотреть. В целом, главная награда, я думаю, не разочарует никого на этот раз, ОБТ, интересный, то, что нравится, я думаю, большинству. В общем, разработчики довольно быстро отстреливаются статьями по этим танкам, и они, видно, что уже готовы, так что посмотрим, что дальше.